Дмитрий Львович, я тогда вас ещё одной новостью обрадую. Может быть, вы этого не знаете, но в России хотят запретить Гарри Поттера. Серию книг Милов уже высказался, он сказал, что все, кто считает Гарри Поттера, идиоты, что это люди вообще без ума, и что пора это всё дело менять и закрывать. Милонов, который в интервью Собчак рассказывал, что он убивал вот этими самыми руками украинцев на Донбассе. Что думаете, чего испугалась власть? Ваван-де-Морта? Ну, то, что его называют Ваван-де-Мортом в России, для него не секрет. Роулинг, вообще-то говоря, отнимал с самого начала позицию предельно однозначно. У неё даже был один русский твит, где она предупреждала Россию, что эта война к нему кончится плохо. Роулинг предсказала две вещи, которые мне кажутся абсолютно гениальными. Во-первых, само по себе появление абсолютного зла, появление Ваван-де-Морта, которая более абсолютна, чем фашизм, более абсолютна, чем вторая магическая война. Она имела в виду, кстати говоря, не только Путина, она имела в виду ИГИЛ. Это вообще такой реванш сатаны, потому что у фашизма были хоть какие-то теоретики, сторонники, моральные ограничения, предпосылки вроде Шпенглера. У неё там, кстати говоря, идёт прямая цитата из Шпенглера, из Томаса Мана. То зло, которое было до Ваван-де-Морта, которое вышло из недр магического сообщества, оно было ещё, по крайней мере, хоть как-то управляемо. И того персонажа мог играть Джонни Депп, понимаете? А это вот только фальц, причём без носа. Значит, это первое предсказание, которое сбылось. Нас ожидает большее зло, чем фашизм. Скажем так, менее идеологизированное, чем фашизм. И второе предсказание. Главная битва будет за Ховардс. Прообразом этой битвы был уже отчасти и Беслан. Трагедия именно в школе. Но то, что следующая битва будет касаться образования, то, что это будет битва за молодёжь, это совершенно очевидно. И я в этой битве участвую. И мне безумно приятно, что именно Роулинг, которую я с самого начала определил как автора Евангелия Нового века, оказалась во врагах российского государства. Два моих любимых автора, Стивен Кинг и Роулинг, заняли абсолютно правильную позицию. Тогда я не могу вам не задать вот какой вопрос. Мы видим, что так называемые СВОшники, боевики попадают и в местные органы власти, и непосредственно уже в школы. Скажите, а когда будет бунт беспощадный против этих СВОшников в России? Вообще будет он? Пойдут их вилами поднимать? Ну, они же делают для этого всё возможное. Они хамят населению страшно. И хамят они, вот в чём, так сказать, их неразборчивость, не только женщинам и детям. Они хамят мужчинам, которые, с их точки зрения, отсиживаются в тылу. Они говорят, вот, пока мы там кровь проливали, очень традиционная риторика, чем больше человек её проливал, тем больше он склонен молчать об этом, но здесь совсем всё наоборот. А разумеется, они хамят и мужчинам, и администрации, и матерям, и детям. Это люди, которые остановиться не могут. Они уже себя новой элитой почувствовали, и у них с самоконтролем обстоит неважно. Будем откровенны. Значит, я не думаю, что это будет в форме бунта. Я думаю, что это будет в форме всё большего числа тлеющих конфликтов. Особенно если учесть, что алкоголизация населения в российской провинции совершенно чудовищная, понимаете? И это же сейчас не та ситуация, когда можно снимать тиктоки или селфи и кричать «Смерть хохла». Сейчас та ситуация, когда уже конфликты переместились в глубь России и стали довольно серьёзными. Поэтому мы увидим, это я вам точно говорю, мы увидим хронику борьбы участников СВО с местным населением. Мы увидим несколько уголовных дел, увидим несколько громких убийств. Ну а потом, конечно, Россию подожжёт не это. Россию, конечно, подожжёт её ядерный конфликт или очередной что-нибудь вроде Курска. Но одним из факторов расшатывающих ситуаций, это будет безусловно, потому что, понимаете, они вернулись, они чувствуют себя в своём праве. Они не то чтобы поверили Путину, но они уверены, что они хозяева. Убийца, который считает себя убийцей, это одно. А убийца, который считает себя героем, это уже не та сила, которую можно остановить. Поэтому подозреваю, что в довольно скором времени мы увидим не бунт, мы увидим несколько ужасных кровавых инцидентов. Есть несколько российских журналистов, я мог бы их перечислить, но боюсь им повредить, которые ведут подробную хронику уголовных дел в глубинной России. Следите за ней, вы скоро увидите такие вещи, перед которыми Хичкоп побледнеет. Дмитрий Львович, Курск, вы сами вспомнили. Почему Путин уничтожает авиабомбами, просто до тла сжигает Курян? Он мстит за то, что они не выступили вместе с ним против Украины? Ну, он вообще, понимаете, к своему населению относится без большого пиетета. Для него же население России – это, как он сказал однажды Соловьёв, он сказал, а Соловьёв имел глупость опубликовать говённый замес. Вот попался такой говённый замес. Это люди, которых он совершенно не уважает, потому что если бы они были достойны уважения, они бы давно уже умерли, чтобы не создавать ему проблем. Чего требует родина мать от своих сыновей? Только умереть как можно скорее, как можно героичнее. У родины матери вообще как-то плоховато дело обстоит со сбережением народа. Она хочет как можно быстрее свой собственный масштаб, в том числе масштаб населения, догнать до путинских масштабов, то есть до ничтожества, раздать территории и уничтожить народ. Им надо, чтобы осталась труба и 10 тысяч человек, обслуживающих трубу, и ещё 30 тысяч охраняющих её. Но абсолютно никакого желания сохранить российское население у Путина нету. Ещё нарожают. И поэтому, кстати говоря, вся эта бешеная темографическая политика, все эти призывы рожать. Зачем рожать? Чтобы кормить твоих людоедов? А это отсюда призыв, разговоры Фадеева, главы Совета по правам человека, что необходим всеобщий призыв в российскую армию? Ну, Фадеев, насколько я знаю, сам-то в армии не служил. А если служил, то на сборах. Тогда и, насколько я помню, студентов не призывали. Он меня постарше. Но если даже и служил, то всё равно Фадеев сегодня, могу сказать абсолютно откровенно, а он тоже нас сейчас смотрит, я уверен, один из самых глупых мерзавцев, которые есть в России. Именно глупых, именно мерзавцев. Но чёрт с кем? А 19-й будут отправлять студентов? Нет, нет. Он озвучивает то, что хотят услышать в области, что не служил ни мужик. У нас же два нарратива, вы знаете, не сидел ни мужик, не служил ни мужик. Это примерно одно и то же. Человек, который такое говорит, конечно, подписывает себе приговор. Потому что русские родители ещё готовы отдать человека на СВО, но отдать в российскую армию, где к тому же ещё и денег не платят, нет, это не малейшего желания. Поэтому Фадеев звучно приземлился в лужу. Но при всём при этом, то, что вот эти два призыва всем рожать и всем служить, они сейчас звучат, ну и всем сидеть, естественно, это лишь один раз показывает, что России население нужно только для одного. Для прокорма тараканища, для прокорма монстров. Рожайте как можно больше деток, чтобы я их за ужином скушал. Это чудовищная глупость. Но, Дмитрий Львович, он будет студентов отправлять на войну, Путин? Ну, если приплёт, то будет. Тот же вопрос, понимаете, а есть ли у него время? Да. А для того, чтобы объявить новую мобилизацию, и для того, чтобы студентов отправить на войну, нужно как минимум 2-3 месяца. А разрешение бить по России украинским оружием будет получено в ближайшие несколько дней. Значит, или не будет. Но в любом случае, если будет, то Владимиру Путину придёт свою риторику чем-то подкреплять. Он предупредил, предупредил неоднократно. А после таких предупреждений надо расчехлять тактическое ядерное оружие. Уже один из депутатов предложил провести ядерное учение в России как можно скорее. По всей вероятности, переход войны в новую фазу – это октябрь. А после этого, знаете, мобилизация может уже и не понадобиться. И тогда, понимаете, если всё пойдёт достаточно быстро, всё закончится уже в этом году. Есть, конечно, шанс, что история человечества тоже закончится в этом году, потому что вдруг у НАТО нет адекватного ответа. Ну, тогда ничего не поделаешь, тогда все помрём. И, по крайней мере, весело уже то, что в 25-м году мобилизации не будет. Дмитрий Львович. Да, Дмитрий Львович. Слушайте, почему Путин так боится лететь в Турцию? И зачем ему нужны истребители? Неужели он думает, что Эрдоган собьёт и этот российский самолёт с ним наоборот? Нет, ну, конечно, он не собьёт. Но дело в том, что Эрдоган делает всё время такие странные заявления. То он говорит, что… Он как Лукашенко. Ну, да, но он хуже Лукашенко, потому что он всё время говорит, что Крым не наш, Лукашенко до этого не договаривается. Он говорит, что и Крым-то Россия зря взяла, и украинские власти в России, то есть в Украине помогали крымским татарам и хорошо себя вели. Он очень амбивалентный, Эрдоган, он и нашим, и вашим. Поэтому я бы к нему тоже, честно говоря, не прилетел. Да я и не лечу, я к нему не собираюсь. Вам туда нельзя, да. Нет, нет, мне это как раз можно, я долго об этом думал, но у меня нет особого желания с ним ручкаться, потому что он, понимаете, ненадёжен как-то. Тем более я не люблю турецкие курорты. И у меня вообще есть ощущение, я вот в Израиле скоро полечу, как раз там собирается обострение, а обострение – это та среда, внутри которой я люблю находиться. У меня есть ощущение, что Эрдоган готовит какую-то Путину серьёзную поглядну. И могу сказать почему. Знаете, есть такое стихотворение у Шекспира «Уж если ты разлюбишься, так теперь». Вот как только у Путина начнётся серьёзный кризис, а он, в общем, начался, его многие начнут разлюблять. Он вдруг увидит, что все друзья, которые у него были, внутри и страны извне – это очень ненадёжная поддержка. Люди, которые тебя поддерживают из корысти, они легко побегут. А всех, кто поддерживал, мог бы поддерживать по идейным причинам, он или разогнал, или пересажал. Это, понимаете, опора на конъюнтурщиков – это плохая опора. Дружить над с интеллигенцией, потому что у неё есть принципы, и интеллигент может сам себя заставить иногда вести себя порядочно. Это совершенно не касается конъюнтурщиков, конформистов, коллаборационистов. Путин окружил себя очень ненадёжными людьми, и скоро эта поддержка посыплится. Мы это увидим не по социологию, мы это увидим по готовности призываться и защищаться. Ну вот что пока вижу я, что патриарху Кириллу Гундяеву, патриарху Русской Православной Церкви РПЦ стало вдруг плохо. Приехала скорая, что-то там его подлатало. Потом к нему подлетел Владимир Путин, стал спрашивать, хорошо ли он себя чувствует. Ну, учитывая, как кончали российские патриархи до Кирилла. Нет у вас ощущения, что Владимир Путин его потравливает немножко? Нет, нет, российские патриархи очень часто, вот это страшная вещь, Саша, об этом не хотелось бы говорить. Многие высокопоставленные российские иерархи умирали внезапно и без покаяния. Это касалось не только патриархов, это касалось многих крупных российских священников, которых вдруг настигала, понимаете, настигала смерть в самый неподходящий момент. Всё-таки церковный иерарх, умирающий внезапно и без покаяния – это серьёзный и мрачный сигнал. Я не желал бы патриарху Кириллу внезапной смерти, я желал бы дать ему возможность и покаяться, и причаститься, и, может быть, написать мемуары правдивые. А это было бы интересно. Вообще, человек в старости забавно расчехляется. Вот 90-летний Владимир Познер сказал, что он не будет сотрудничать с западным телевидением, потому что там требуют ругать Путина, а он этого не может себе позволить. Мы всё ждали, пока Познер выскажется, и вот Познер высказался. Владимир Владимирович, спасибо! Вы избавили нас от двусмысленности. Мне всё время приходилось говорить, что вы человек двусмысленный, но при этом блестящий профессионал. Славьтесь, Господи, теперь я могу честно сказать всё, что я про вас думаю. Скажите. Не-не, ну, слушайте, ну, ужасная судьба, ужасный, ужасный конец. А что, хотя, может, ещё и нас переживёт. Что касается патриарха Кирилла, я бы хотел прочитать его мемуары, хотел бы услышать его покаяние, хотел бы увидеть, как он спасает свою, чёрт побери, бессмертную душу. Всё-таки, прости, Господи, да? Но ничего подобного мы, видимо, не дождёмся. Я желал ему здоровья именно для того, чтобы он успел покаяние. Смерть без покаяния – это страшное дело. Кстати, как было бы ужасно, если бы я сейчас прямо у вас в эфире взял бы и помер без покаяния. Сколько бы государственная пропаганда на этом топталась. Нет. Хорошо, что я с вами, Дмитрий Револьевич. Да-да, что вы жёны, я доживу. Тут проблемы в ином. Я никогда не злорадствую, когда у человека физическая болезнь. Вот когда у него нравственная драма, тут есть повод по злорадству и сказать, так тебе, а, и вот тебе, Хоршин, награда за жизнь в рабскую твою. Но когда физическое недмогание, у меня ощущение, что человек ускользнул, сбежал. Как говорил Искандарь, Сталин сбежал от земной расправы. Его затребовали туда. Поэтому я очень надеюсь, что у патриарха Кирилла, у Никиты Сергеевича, у Владимира Владимировича, у любого. Всё будет хорошо, чтобы мы успели услышать их слова «простите ради Бога». Почему стали говорить об освобождении Гиркина? И почему жена Гиркина стала говорить, что это всё враньё? Какие планы у Лубянки и у Путина на него? Саша, об этом говорили давно. Он просил его отправить на СВО. Я много раз тоже говорил о том, что искренние сторонники, а Гиркин, безусловно, искренне, этой власти совершенно не нужны. А что будет с Гиркиным, не знаю. Я, опять-таки, молю Бога, чтобы его не убили там. Вот если бы он был в Гааге, он был бы, по крайней мере, надёжно защищён. Хотя тоже не очень надёжно. А вот если он там, с ним могут сделать всё, что угодно. Он очень опасный свидетель. Поэтому я думаю, что СВО сейчас для Гиркина самое безопасное место. И если бы его отправили туда, может быть, его сберегли бы для Гааги. Пока он находится в тюрьме, главного свидетеля, инициатора донбасских событий 2014 года, инициатора в Славянске и так далее, могут убрать сейчас. И поэтому нам надо всем молиться, чтобы он успел дать мои показания. Помните книгу Марсенко? «Мои показания». Я думаю, что книга Гиркина под таким названием могла бы фигурировать как один из главных текстов без преувеличения 20-х годов. Видите, что… Ну, книга Марсенко вообще много чего поменял. Книга Марсенко, да, безусловно. Видите, какая вещь. А книга Марсенко – это свидетельство из гущи. Это показания народа, а не интеллигенции. В некотором смысле показания Гиркина – тоже свидетельство из гущи. Это человек, который не просто паркетный и не диванный генерал, в боевых действиях он участвовал. Его… он чудовище, но его книга могла быть бесценна. Я почему его к этому призываю? Он писал же фэнтези, да. Он всё время очень хотел быть знаменитым писателем. Его шанс стать знаменитым писателем – это написать правду о событиях лета 2014 года. Эта книга будет критически важна на будущем процессе. Моя любимая тема последних дней – это расследование ФБК, Марии Певчих, команды о том, что Невзлин и Ходорковский фактически пытались убить Волкова, пытались убить там ещё кого-то, Жданова, покушались, пытались перегнать через границу, отдать ФСБ. Чего там только не было. Скажите мне, какое ваше ощущение и отношение к этому всему? Моё ощущение, что именно с дела об убийстве Жданова, именно с дела врачей-убийц, началась последняя каденция Сталина, последние сталинские годы. Эти буквальные совпадения, гипотетическое убийство Жданова, меня, конечно, убивают. Что касается убийства Волкова, и участия в нём нет. Я зайду с неожиданной стороны. Знаете, большевики на протяжении последних 10 лет предреволюционных только и делали, что ловили провокаторов. На этом они очень часто пропускали настоящих провокаторов. Ну, громкое дело Малиновского, оно сейчас совершенно забыто, но ведь Малиновский, который был членом большевистской фракции в Госдуме, был доказанным провокатором. Но обаяние этого человека было таково, что Ленин стабильно брал его под свою защиту. В 1918 году Малиновский приехал в Россию из эмиграции, будучи уверен, что оправдается. И его довольно быстро расстреляли. Как это ни ужасно. И ленинское заступничество не помогло, хотя Ленин питал к нему рот чисто человеческой личной симпатии, но человек был действительно тик и обаяхан. Такой жулик гениальный. И вот, знаете, он, мне кажется, был такой типа Ольшанского. Он был на Ольшанского очень похож. Ясно, что пробы ставить негде, но такой милый, что как-то и убивать как-то не хочется. Ну вот. Так вот, мне кажется, что поиск провокаторов, взаимное обвинение, взаимные расследования – это показатели того, что прогнила ситуация с обеих сторон. Ситуация прогнила и во власти, и в оппозиции. Это верный присток того, что скоро конструкция, конструкция болотная, заболачивающая всё вокруг себя, конструкция обрушится. Это произойдёт в какие-то ближайшие, ну, даже не годы, а месяцы. Я всё время хочу всем сказать, что там они говорят, эти эмигрантские разборки никому не интересны. Это вы, ребята, зря. Потому что вытаскивать Россию из болота придётся вместе и её населению, и той части, которая в эмиграции. Более того, от эмиграции многое будет зависеть. Просто вспомните, откуда приехали Ленин и Троцкий, которые решили судьбу России в октябре 1917 года. Это довольно принципиально. Не надо нам говорить, что от эмиграции ничего не завидают. В какой-то момент, когда Кадарковский в бронированном самолёте приедет произносить свои апрельские тензисы, судьба русской революции решится. Но я хочу, чтобы это не приводило к новым выяснениям отношений. Я надеюсь, что суд разберётся в этой ситуации. Верю ли я, что Невзлин мог? Да. Верю ли я, что Кадарковский соучастник? Нет. Верю ли я, что ФБК всегда право? Нет. Верю ли я, что Христо Грозе познакомился с расследованием? Да. Мне интересно, что там на самом деле. Если Невзлин в какой-то момент сошёл с ума и решил убрать Волкова, это лишний показатель того, как опасно быть олигархом. И слава тебе, Господи, что нам с вами это не светит. Дмитрий Львович, кто лучше, Харрис или Трамп? Сейчас. Не, ну послушайте, для меня-то однозначно Харрис. Вы понимаете, что я человек ангажированный, потому что я здесь живу, и мне всё-таки там худо или бедно голосовать. Но проблема-то в другом. Харрис хороша не как представитель глубинного государства и не как анти-Трамп. Харрис хороша тем, что она молодая и бы женщина. Понимаете, вот в то, что женщина спасёт мир, я верю больше, чем в то, что её спасёт пожилой мужчина. Пожилому мужчине, в общем, жизни не жалко. А женщина, особенно молодая, органически связана с жизнью, она даёт жизнь. И мне кажется, что Камала Харрис, она, как Маргарет Титчерс, в своё время выступит спасительницей. Она молодая, она смешливая, довольно жёсткая. У неё хорошая риторика. У неё неплохая команда. И если у неё в ушах наушники в виде серёг, то плюс ещё и в том, что у неё хорошие наушники. Потому что она очень хорошо сработала. Если вы будете так консортировать и дальше, ради бога. А в любом случае, Трамп – это, в некотором смысле, рекордсмен. Хуже Трампа быть трудно. Поэтому Харрис не то, чтобы меньшее зло. Харрис даёт надежду. Какая-то надежда всегда есть в том, чтобы рискнуть. Знаете, вот Украина рискнула, избрала актёра, не системного политика. Сейчас Америка может рискнуть и избрать женщину. А мне кажется, из таких благородных рисков как-то можно соткать самое драгоценное в наше время вещество – новизну. И вот чем больше будет в мире новизны, тем больше в нём будет кислорода. Ну, это хорошая финальная такая нота. Дмитрий Львович, стих. Да, стих я обещал, сейчас я его прочту. Это, правда, песенка. Её очень хорошо поёт мой любимый друг Вадим Гефтер. Но вам придётся смириться чтением. Представим пару после ссоры, после пары лет невстреч, потом случайное в метро прикосновение рук и плеч, решение дать себя увлечь, потом согласие вместе лечь. Район Арбата, та же хата, что когда-то. И ночь безумная, как в юности, со страстью и кусь боль, неодержимая, как паника, как бегство, как разбой. Потом короткое беспамятство, святая час восьмой, и утро серое, как вата из халата. И он к ней тянется с улыбочкой, и взгляд его блудит. Она же с виском прикрывается рубахой, и на него уже глядит, как озверевший троглотит, и с дикой злобой утвердит «Пошёл ты нахуй!». Ещё и стройка за окном, ещё и в доме квартак, ещё и дождь, в будке машины, у соседей лазь собак, во рту неприбранный кабак, в душерассыпанный табак, и ветка с рыжей листвой, мокрой птахой. Не умиляться же вчерашнему, не блакать же нам взрыд, и начинать же снова заново всё кладбище разрыв. Меня могло ещё хватить на окончательный разрыв, но прибегать на твой призыв. Пошёл ты нахуй! А вот представь, что ты очнулся позднемартовской порой, земля загаженная густо под ледовую корой, перевернулся, оглянулся и почуял шанс второй, хоть смутно помнил отпевание и прощание, и снова видишь за окном полувесеннюю Москву, и ощущаешь вместо радости вселенскую тоску. Не надо паток и паники, и памяти в мозгу, ни тела нового, ни нового прыща. Мне не поможет ни сынок, ни новый орган между ног, ни койка мятая с раскинувшейся махой, ни ободряющий звонок, ни отрезляющий пинок. Уже я сделал всё, что мог! Пошёл я нахуй! Ещё и лезут из-под снега память детства, школьный ад. Ещё иллюзии разбитые, забытые торчат. Проблемы с бытом, пытки быта ли судьбы, квадратный из ад. И ненавидящий сосед с небритой ряхой. Ещё попробовать ли этого в обличии другом, по быткам проклятым поэтом, ли хоть собственным врагом, пускай эстетом, ли с костетом, ли с лужакой и сапогом. Но если вновь самим собой. Пошёл я нахуй! А вот давайте, добрый будочник и булочник, и шлых-лышь, поговорим о русском будущем, писагнцев и козлич, о нашем праздничном и будничном, порыве многих тысяч, сплочённых истиной и спаянным обетом, ночью слабость, тошнотворную, какой там абордаж, и безнадёгу тускло-чёрную, как чёрный карандаш, или уверенность позорную, что всё пойдёт туда-ж. О чём угодно мне свести, но не об этом, пообещай мне снежный мех и позолоченный орех, явись на помощь хоть парфель с блестящей бляхой, есть плодородные поля и благородная ля-ля, но если снова всё с нуля, пошли вы нахуй! Меня охватило бросить всё и перебраться в новый свет, поставить вновь на колесо свой пожилой велосипед, понять, как вырвать свой кусок, узнать, что любит мой сосед, именовать последний миг свидания с плахой, но вновь садить твои сады, но вновь топить седые льды, и вновь трудить твои труды, всё это явно не из чуды, ведь если жизнь не удалась, то это, в общем, полбеды. А если смерть не удалась, пошла ты. Спасибо вам, Саш, извините. Мир, Телович, спасибо. Спасибо.